всем привет подписчики и зрители вы на канале всякая разность китая вас приветствую сегодня ребята будет необычное видео так как эта посылка загадочная ее не заказывал здесь единственная бумажка было вложение вот такое вот смотрите здесь имеется гарантийный талон написано гарантийный талон надеемся что он не понадобится здесь у нас кенгуру и написано бой он товар мира макс silver 5 q 450 белый количество одно цена цена ребята двенадцать тысяч семьсот сорок вот это поворот я в шоке двенадцать тысяч семьсот сорок стоит товар который здесь находится мир макс silver ну что же давайте распаковывать с вами смотреть что мне прислали за двенадцать тысяч семьсот ну грубо тринадцать тысяч что это мира макс что это вообще такое какая-то коробка до сих пор ребята чисто говорю не помню не знаю кто прислал в общем-то смотрите вот такая коробочка у нас видимо оригинальная написано canvas silver 5 супер slim 5 миллиметров супер тонкий 5 миллиметровый смартфон получается здесь у нас находится так сзади у нас есть характеристики процессор qualcomm snapdragon amoled hd screen дисплеем на самолет 4g есть lte dirac hd sound какой-то у нас звук крутой здесь и написано что стекло у нас gorilla glass 3 поколения ну что же давайте распаковывать смотреть как ее тут распаковывать вот так как торт похоже как торт открывается об так здесь нас встречает вот такая вот картина имеется такой хлястик поддеваем его ухты вообще секрет посмотрите это телефон прикольно так давайте посмотрим что у нас в комплекте идет к этому телефону идет кабель usb micro usb гарантийный талон по-русски все написано руководство по эксплуатации тоже на русском языке так что это у нас пленочка защитная пленка в комплекте здесь чехол или бампер ухты вот такой тоненький пластиковый бамперок имеется в комплекте хотя собственно чему я удивляюсь 13000 то тут я не знаю что должно быть в комплекте за 13000 вообще жесть просто просто жесть ребят ладно сейчас посмотрим достойный этот телефон своей цены комплекте идут наушники с гарнитурой с микрофоном можно пообщаться через эти наушники дальше идут амбишуры у нас и идет вот такой вот какой-то ключик вот такой вот ключик так он выглядит сделан прикольно для того чтобы вытаскивать лоток sim-карты дальше у нас идет но зарядка все это хорошо пленочки и чехольчики но меня интересует конечно же смартфон как и вас ну что же давайте доставать его и смотреть ну на ощупь ребята он реально очень тонкий вот я брал его в упаковочке сейчас посмотрим для сравнения беру 6 iphone вы знаете что он тонкий да и принципе можно его посмотреть где-то такой смартфон реально я первый раз вижу в жизни и не знаю где его вот так если вы захотите посмотреть воочию не знаю где вы найдете собственно вот берем iphone 6 берем вот наш миромакс но он реально тоньше ребята он четко вот на стекло он тоньше смотрите да четко на стекло в айфоне даже стекло выпирает здесь не выпирает собственно корпус одинаковые здесь единственного стекло выпирает немножко то есть вы представляете какой он тонкий ну за это наверное просят такую сумму ладненько он у нас защитных пленочках давайте все поснимаем спереди сзади тоже у нас защитная пленочка вот так вот задняя часть у нас выполнена из стекла здесь на задней части имеется отверстие под динамик камера вспышка с правой стороны у нас кнопка включения лоток под сим-карту то есть получается у нас лоток идет на одну сим-карту и в этот смартфон вы уже не добавите дни micro sd карточку для расширения памяти не вторую сим-карту на нижней части у нас micro usb подверстие под микрофон и под наушники в принципе все сверху нас ничего нет что ребята немножко поюзал я смартфон и телефончик мне понравился чем он мне понравился сейчас вам объясню на дисплее выставлены яркость на всю смотрите углы засвета дисплей у нас идет 12 1 сантиметр по диагонали это составляет 48 дюйма здесь установлен hd amoled дисплей с покрытием gorilla glass 3 собственно я уже тестировал на antutu давайте посмотрим что нам показал этот тестер а нам показал 27298 довольно неплохо для такого малыша модели у нас micromax q450 android здесь стоит 50 процессор установлен quad core rm v7 модель графического процессора adreno 306 разрешение дисплея 720 на 1280 камера у нас установлено 8 мегапикселей от фирмы sony оперативной памяти у гигабайта и встроена памяти 16 гигабайт давайте протестируем мультитач 5 касаний и еще 5 касаний 10 касаний мультитач фронтальная камера у нас 5 мегапикселей батарея установлена здесь две тысячи миллиампер часов который хватает на 8 часов разговора и 344 часа в режиме ожидания как я говорил присутствует 4g gps и все тому подобное что же давайте прослушаем громкость динамиков насколько громко он поет я то уже слышал я просто хочу дать вам послушать ну довольно громко играет давайте протестируем камеру сделаю пару снимков сниму видео и вы оцените качество звука и качество видео так проверяем автофокус автофокус присутствует автоматически фокусируется ну смотрите при искусственном свете вот таким образом выглядит видеозапись фото вы видели раньше фото делает вообще отлично так давайте проверим макросъемку вот макросъемка срабатывает по моему снимает довольно шикарно на дисплей телефона выглядит неплохо что ребята могу сказать об этом смартфоне телефончик маленький да не спорю очень компактный очень удобный выглядит довольно стильно необычно в руке лежит очень приятно серьезно корпус у нас выполнен из металла то есть вот эта часть рамка металлическая спереди стекло горилла глаз сзади стекло по начинке по железу тоже претензий нету в принципе нормально все работает телефончик работает шустро игры играют даже асфальт 8 сейчас я вам это продемонстрирую с чего сложилась такая цена честно скажу не знаю но скорее всего всего лишь из-за его дизайна его размерах мы давайте конечно последний тест тест на игру ну пожалуйста игра загрузилась то есть вы видите что абсолютно никаких притормаживаний все в принципе играет плавненько сейчас посмотрим как будем будет она гонять видите да раз смартфон тянет эту игру это может означать одно что смартфон довольно современный а что думаете вы пишите свои мысли в комментариях ну собственно вы видели все сами смартфон прикольный прикольный больше не могу ничего сказать он не отличный он не безумно шикарный он прикольный да вот мое определение этому смартфону по недостаткам могу отметить лишь одно то что здесь всего лишь одна sim карта и нельзя добавить micro sd карточку для того чтобы расширить внутреннюю память хотя здесь встроена 16 гигабайт и в принципе у меня iphone 16 гигов и в хватает вполне также с одной sim карты если вас не останавливает то что у него одна sim карты и нельзя вставить micro sd карточку смартфон вполне работоспособный выглядит стильно современно по моему такая интересная моделька смартфон оставил у меня двоякие чувства с одной стороны он не понравился а с другой стороны мне не понравилась его цена ну слишком дорого я не знаю за что такая цена поэтому я как бы показал вам на что способен смартфон как он выглядит какие у него есть функции а решать покупать его или не покупать это дело покупателя поэтому пишите в комментариях что думаете о том смартфоне может быть что-то я не досказал может что-то я не договорил подписывайтесь на канал лайкайте это видео а мы с вами увидимся в следующих видео пока пока м и и и и и и и